наконец-то у меня дошли руки поменять врезную наружную антенну на автомобиле киа пиканта для замены я подготовил антенну триада в 63 это поворотная врезная антенна которая в свое время устанавливалась на автомобиле шевроле niva но на самом деле перед тем как поменять антенну я поменял еще и магнитолу стояла такая магнитола но она стал совсем разваливаться вон тут у нее все отходит передняя панель это я еще винтиком затянул но он и китайский аппарат работал он плохо было неудобно кнопки не пойми какие жать тут но в принципе восстановить то можно но беда в том что я еще две магнитолы купил под названием pioneer якобы это pioneer но надо проверить правописание видимо сходные до степени смешения с pioneer вот но забыл их в петербурге а тут собственно надо магнитолу менять вот и выбор мой пал на вот такой аппарат вот на этот но не потому что я долго сидел думал анализировал не я пришел вам видео я думаю ну приду и куплю какой-нибудь аппарат выберу там моя помню раньше когда-то там была целая стена этих аппаратов магнитол самых-самых самых разных и вот я прихожу в калининграде видео а там один-единственный за три или три с половиной тысячи сейчас уже не соображу но сумма не убийственная по карману для хорошей магнитолы поэтому я ее взял и купил вот тут много чего написано умных слов в принципе магнитола оказалась правда неплохая она поддерживает не только управление вот этих кнопочек но есть и пульт есть возможность управлять этой магнитолой по bluetooth подключив ее к телефону ну сейчас попробую все это показать так что случайная покупка никакого ничего осмысленного в этом не было но как она выглядит в автомобиле сейчас я две секунды покажу вот это магнитола вот собственно я решил рассказывать магнитоле а об антенне поэтому опять перехожу к тому как устанавливала чтобы демонтировать эту антенну видимо надо снять фонарик внутри салонного освещения получить доступ к креплению сняли плафон вот вывалились светодиодики видим уже меняли лампочки на светодиоды есть вот два болта два винтика саморезика винтика на которых держится светильник сейчас мы их открутим наверно получим доступ к антенне светильник снят и вот здесь вот должен быть антенный кабель вот он виден вот как его оттуда демонтировать чтобы поменять антенну пока не понятно ну стало понятно что поменять просто антенну в киа пиканте невозможно потому что она прикреплена двумя винтиками но до них не добраться надо снимать все вот эту вот обшивку и как это сделать осмысленно и так общем не очень понятно вот поэтому будем восстанавливать антенну это кстати антенна триада доставшиеся от прежнего владельца но установлена неправильно и принимает достаточно посредственно значит придется восстанавливать эту антенну и устанавливать ее правильным образом вот чем и займусь сейчас антенна установлена неправильно она должна быть установлена параллельно земле она установлена вертикально снимаем боковую пластмасску здесь все сделано было более-менее правильно поэтому наверное есть надежда установить триаду правильно и тогда она будет нормально работать открыл бардачок вытянул немножко кабеля еще теперь антенну можно установить нормально кстати странная история не обращал внимание чуть такое было с другой стороны такого нет какой-то вырез непонятно непонятно зачем так ну будем удлинять точнее удлинять теперь провод не надо теперь надо установить антенну по правилам все удалось прием радио хороший но и вывод то какой что применение внутри салонной антенны вполне оправдана когда для того чтобы поменять штатную антенну необходимо демонтировать обшивку крыши например это очень трудоемко и гораздо проще поменять антенну заменив и вот внутри салона антенной триада антенна